Память. Пожалуй, это самое важное, что мы должны сохранить. В этом году мир отмечает скорбную дату. 80 лет с момента начала Второй мировой войны. Да, уже сменилось несколько поколений. Да, неумолимо уходят свидетели военных лет. Но события Второй мировой должны быть навечно вписаны в историю. Знаете, сколько государств затронула Вторая мировая? Почти 60. 80% населения планеты. Масштабы немыслимые. Некоторые прямо призывают пересмотреть итоги той войны, что, разумеется, недопустимо. О том, насколько важно помнить уроки истории и что для этого делают в Москве и Берлине, поговорим с нашими корреспондентами. Светлана, сегодня не перестаем слышать новые трактовки военных событий. Как в Москве реагируют на откровенные вбросы не всегда проверенной информации? И как вам кажется, меняется ли в России отношение к Дню Победы? Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер, Руслан. Что касается отношения к Дню Победы в России, то по всем социологическим исследованиям 9 мая остается главным и любимым праздником у жителей страны. Поэтому вопрос праздновать или не праздновать этот день у наших соседей даже не обсуждается. Как и для Беларуси, война здесь остается общенациональным переживанием, а победа – важным событием, которое объединяет нацию. Но в последнее время некоторые споры возникают вокруг темы, как праздновать громко, с военной техникой и парадами, или тихо скорбя о миллионах жертв и о победе одной чумы над другой. Здесь имеется в виду фашизм и коммунизм. Мы попробовали разобраться. Походный набор аргументов сторонников 9 мая как Дня памяти. Например, это ссылка на пакт Молотова-Риббентропа, по которому немцам практически была сдана Европа. Заград отряды, жертвы блокадного Ленинграда. Удивительно, но в России появляются мысли о спасении через капитуляцию. Здесь пересчитывают количество убитых и погибших в плену. Словом, говорят сторонники тихой скорби, воевал союз неправильно. И победителей Великой Отечественной нет. Меня коробит понятие праздник. Это не праздник, это день скорби, величайшего горя. Также некоторых образованных, чувствительных, интеллигентных людей раздражают марши по брусчатке Красной площади, гул военной техники. Дети в военной форме на улицах и на параде. И сам парад многих раздражает. Европейские СМИ, кстати, часто пугают российским парадом своих зрителей. Москва отвечает оппонентам. У вас память короткая. Страны Европы сдались с немцам за 30-40 дней. Потому что для стран Европы и сегодня главным приоритетом является благополучие и тихая, размеренная жизнь обывателя. Для русского человека защита своего отечества всегда была важнее. Миллионы русских сейчас скажут, что парад Победы 9 мая – священная традиция. Хотя с 1947 по 1965 этот день в СССР не был даже выходным. Пятилетний перерыв в проведении торжественных марши был в 90-е. Но сейчас традиция масштабного празднования возобновлена. Государственная риторика о вопросах Победы сейчас монополист. 9 мая в центре Москвы демонстрируют лучшее российское оружие. Парад смирно. Для обывателя это подтверждение, что танки, тополя, ярсы, бравые солдаты и офицеры не допустят, чтобы повторилась война. Для экспертов парад – демонстрация готовности России отражать любую агрессию. Сейчас мы находимся в той ситуации, когда нужно придуждение к миру. И демонстрация того, что военной победы ни у кого не может быть – это лучший способ все-таки вернуться к тому, от чего мы ушли. Я имею в виду 70-е, 80-е годы, когда базовые соглашения на выгонечения стратегических и иных вооружений были подписаны. Рядом с парадом на улицах российских городов, конечно, все намного проще. Люди поют военные песни, едят солдатскую кашу, танцуют фронтовые вальсы. И здесь, как и в Беларуси, когда без политики победа одна на всех. День победы советского народа. Мы все были единой семьей. И русские, и белорусы, и украинцы, и казачьи, и грузинцы, и молдаваны. И этим надо гордиться. И вот ведь белорус из Хойникова Василий Гордиенко у Большого театра в Москве самый родной для россиян ветеран. Его однополчан уже нету, но объятия и цветы, как и много лет назад, просто от незнакомых людей. Или Петр Котельников, защитник Брестской крепости. Он один остался в живых не только на всю Беларусь или Россию. Во всем мире никто больше не расскажет, как героически оборонялась цитадель. И у них надо спрашивать, отмечать ли день победы и как. Как воевали и кто победил. Советский Союз, именно он одержал победу. Именно отсюда, от Москвы, стали гнать фашистов туда, на запад, до города Бреста, до Варшавы и до самого Берлина. Поэтому та категория людей, которые так вот стараются как бы плохо относиться или плохо говорить о той победе, это люди недалекого, недалекие. Но хорошо, что в России пока и те, и другие несут цветы к памятникам погибшим солдатам, ищут в архивах информацию о своих ветеранах, выходят 9 мая с их портретами на улице или просто зажигают свечи. Главную военную победу большой страны празднуют мирные люди. Жизнь продолжается. И никто не отрицает, что важные героические и трагические события в истории страны надо знать и помнить. Беларусь помнит, не забывает и Россия. И не важно, какой формат выбирают люди для связи поколений. Будь то масштабные парады, шествия или одна по-настоящему прожитая минута молчания. В День Победы все-таки лучше не спорить, ведь этот день наш общий.